Всем добрый день! В общем, решил я почитать седьмой том истории татар, написанный Институтом Истории Маджани, ну, чуть меньше десяти лет тому назад. Седьмой том истории татар посвящен двадцатому веку, самому сложному веку. Почему я обратился именно к этому тому, потому что у нас в этом году отмечается столетие ТСР. Я решил у себя восполнить кое-какие дыры в знании истории нашей республики, и я решил это сделать при помощи этого тома, седьмого тома. К сожалению, я обнаружил, что этот том неполный. Да, понятное дело, что двадцатый век — это очень насыщенный век. Плотность событий, плотность важных событий, действующих исторических личностей и самих исторических источников за двадцатый век просто масса. Масса. Поэтому, наверное, по-хорошему для того, чтобы осветить двадцатый век нашего Татарстана, исторический этот период, нужно по-хорошему написать, наверное, еще три-четыре тома. Но авторы и историки этого тома решили все вместить в одну книжку, объем которой там чуть больше тысячи страниц. И я, наверное, хотел бы поговорить о том, что я хотел бы, чтобы было это написано в этом томе, в этой книге, но оно не написано, к моему сожалению. Вот. Я решил точно, конкретно узнать, как в этой книге описывались наши начальники, наши руководители, а конкретнее премьер-министры. Институту премьерства у нас в республике сто лет. Да, действительно, республика появилась, и в республике появился институт премьерства. В Советском Союзе, в Татарско-автономной республике по-другому это все называлось. У нас, вот мы сейчас говорим, да, премьер-министр, это там Писошин, Халиков. А тогда, в 20 веке, в 20 году, первым премьер-министром был Сахиб Гарей Саид Галиев. Но его должность звучала так. Он был председателем Совета народных комиссаров, предсов-нарком. Потом, где-то после войны, этот институт тоже опять был переименован в председатель Совета министров, предсов-мин. Ну и уже, когда мы стали создавать Татарстан новейший, и когда развалился Советский Союз, у нас появился премьер-министр, который руководит кабинетом министров. Премьер-министры — это ведь воплощение исполнительной власти. Эти люди, они, как представители власти, действуют в очень сложных ситуациях. У них ограничены ресурсы, есть ограничения по времени, да, этот ресурс, время. Есть ограничения в материальном плане, есть ограничения в политическом плане. Несмотря на то, что должность премьера, премьер-министра — это такая исполнительная власть, да, все равно в ТССР многие премьер-министры были, можно сказать, загублены во время сталинских репрессий за идеологию. И было неважно, что этот человек, ну, например, премьер-министр Кашав Мухтаров, кое-как вытаскивал Татарстан из очень тяжелого состояния, а именно из последствий, можно сказать, голодоморов по Волжье, да, дизентерии, большого количества смертей, неважно. Да, он еле-еле выправил экономику нашего края, нашей республики, но все равно пострадал по идеологическим причинам за султан Галиевщину. И вот мне было интересно, кто же эти такие люди. За 100 лет у нас в Татарстане было 20 премьер-министров, можно сказать так, да. Кстати говоря, Алексей Писошин — первый премьер-министр с русской фамилией и русским именем. До этого все 19 премьер-министров ТССР были татарами. Очень интересный, кстати, момент. Ну, может быть, как-то еще это предстоит нам осознать, обдумать, сделать выводы, но действительно коренной сдвиг в архитектуре власти у нас в республике. И, к моему удивлению, не обо всех премьер-министрах написано в седьмом томе истории Татар. В седьмом томе истории Татар не упоминаются премьер-министры. В общем, я их насчитал пять. Это Амин Халилович Тенчеров, Сулейман Халилович Кафиатуллин, Саид Мингазович Шарафеев, Мергарифан Замалеевич Азизов, Эльдус Харисович Садыков. Удивительно, конечно, почему из двадцати премьер-министров Татарстана в этом томе не упоминаются пять, то есть четверть от всего списка. Почему нам важно знать, желательно, об этих всех именах? Потому что, например, с председателем Совета народных комиссаров Шарафеевым известна такая история. В общем, смотрите, 1955-1956 годы. У нас в Поволжье происходит просто гигантская масштабная стройка. Создается Куйбышевское водохранилище. Его появление, конечно же, сказывается самыми негативными последствиями для экологии. От этого, в первую очередь, страдает Татарстан. Потому что у нас подтапливаются, затапливаются массивы плодородных земель. Встает вопрос, а как развиваться сельскому хозяйству у нас в Татарстане? И Шарафеев вместе с первым секретарем ОКОМА ТСР Семеном Игнатьевым пишут в Москву, пожалуйста, понизьте все требования, все планы по заготовке хлеба, по животноводству, потому что у нас катастрофа. Понятное дело, что, наверное, один ТСР не мог противостоять планам Москвы в строительстве Куйбышевского водохранилища. И татарстанские руководители исполняли волю центральной власти. Стал вопрос банально о том, как прокормить население Татарстана, потому что все затоплено. Что они делали-то? К сожалению, этой проблеме, проблеме затопления больших территорий плодородных из-за Куйбышевского водохранилища, в седьмом томе истории татар уделено буквально два абзаца. С точки зрения экологии, это событие важное в XX веке для Татарстана вообще никак не раскрывается. Я понимаю, что, наверное, историкам интереснее какие-то процессы описывать, связанные с татарским языком, с промышленностью, со строительством городов Нижнекамск, Альметьевск, Набережные Челны. Но начальников-то знать надо. Премьер-министров-то хотя бы упомянуть, чем они важны для истории ТСР. Можно же было. Почему нет ни одного упоминания этих деятелей? Понимаете, в чем дело? У общества должен быть зрелый запрос к власти. Общество должно понимать, что региональные руководители могут делать для республики, а что и в чем они ограничены. И именно на судьбах, на качестве управления премьер-министров нашей республики и ТСР можно делать выводы, справляются они или нет. Посудите сами. Вот, понятное дело, Советский Союз и все директивы приходят из Москвы и здесь только исполняют. Но есть же две формы исполнения приказов. Можно же исполнить приказ так, как получается, и исполнить приказ так, как надо. Из этих двух способов исполнения директив как раз и рождается понимание у нас, у общества, у людей, а как к нам относятся наши руководители, по-человечески или нет. Потому что, это мое субъективное мнение, мне кажется, что все-таки местные власти пытаются смотреть на вещи трезво, здраво и понимают, на что способно местное население, на что хватает ресурсов в Татарстане, чтобы исполнить тот или иной приказ из центра. И та же история с проблемами сельского хозяйства после затопления в середине 50-х годов у нас ТСР как раз-таки показывает, что местные руководители понимали, что давить на людей нельзя, что и так экономика еле-еле переживает вот эту историю со строительством Выборгского водохранилища. И из этого мы уже смотрим, кто на самом деле нами руководит. Имена наших премьер-министров, их судьбы, их историю, их, скажем так, эффективность их как менеджеров, как управленцев важно знать и понимать хотя бы потому, чтобы мы с вами понимали, что такое за архитектура власти у нас в республике, у нас в Татарстане. В общем, после прочтения 7-го тома истории татар я пришел к выводу, что мы до сих пор не осознали нашу историю за последние 100 лет. Мы до сих пор не понимаем, через что прошел Татарстан за последние 100 лет. Мы до сих пор не понимаем, кто строил этот Татарстан, в котором мы сегодня живем на протяжении этих последних 100 лет. Можно сказать, наверное, что вообще Татарстан стал забывать свою историю за последние 100 лет. Я думаю, в этом году мы, конечно, отметили наше 100-летие, но это на самом деле серьезный повод задуматься, о чем мы не знаем о Татарстане за последние 100 лет. Субтитры сделал DimaTorzok